Все наладили звук, все друг друга слышат. Вы, пожалуйста, не смущайтесь, что кажется, что у нас так мало участников на сегодняшнем семинаре. В действительности это не так, потому что в основном все сотрудники центра у нас сейчас находятся на работе на Вавиловой. Они просто с одного, с двух компьютеров слушают, надеюсь, что активно примут участие в обсуждении и задавании вопросов. Поэтому в реальности, конечно же, у нас нет 12 участников, а как обычно, по моим подсчетам, ну не знаю, что это, наверное, у нас точно есть. Вот, Марина Петровна, пожалуйста, вам слово. Нет, это вот аргентинский, по-моему, а там проглессики, он очень мелкий, нет. Марина Петровна. Да, просто кто-то вклинился, кто-то говорит. Прошу всех выключить микрофоны, чтобы лучше было слышно. Спасибо, Наталья. Я обращаюсь к дорогие коллеги, друзьям, приветствую всех, кто проявил интерес к заявленной теме доклада. Когда я предложила данную тему, то даже не подозревала, какой слой исторической информации придется вскрыть. Мы, как антропологи-специалисты, прекрасно знаем содержание опубликованных работ Владимира Анатольевича Дремова, его теоретические разработки о древнем и близком к современности населения Сибири. Но они состоялись благодаря кропотливой, я бы сказала, методичной работе Владимира Анатольевича по сбору и систематизации антропологического материала, по формированию кронологической коллекции Кабинета антропологии ТКУ. А история этого крупномасштабного проекта, можно так сказать, создания кронологических коллекций Кабинета антропологии, началась с основания Томского университета, тогда императорского. На сегодняшний день мы знаем, что он является одним из крупнейших центров хранения и научной обработки антропологических материалов. Томский университет, как вы знаете, один из старейших первой в Русской Азии, как пишут в разных публикациях. Антропологическое изучение коренных сибирских народов получило в нем развитие и стало приоритетным практически с момента основания университета. Что было связано с деятельностью таких исследователей, как Василий Маркович Флоринский, попечитель Западно-Сибирского учебного округа, исполнял обязанности председателя общества естествоиспытателей и врачей, который тоже был открыт в Томске в 1889 году. Как вы знаете, в Москве общество было открыто в 1863 году, в Казани в 1869 году и не стал исключением Томский тогда императорский университет, в котором тоже открылось общество естествоиспытателей и врачей в 1889 году. Одним из направлений деятельности общества Томского естествоиспытателей и врачей было изучение населяющих Сибирь современных и доисторических времен, преимущественно антропологические описания так называемых инородств. И вот членом-учредителем общества и ближайшим помощником председателя, то есть Флоринского, с 1889 стал Николай Михайлович Малиев, который еще в Казанском университете в 1870-1886 предпринял ряд экспедиций для изучения удмуртов, морейцев, манси, башкир, мордвы, омипермяков. Я просто напоминаю, конечно, большинство из вас знает эти достижения, но тем не менее, собранный им антропологический материал, например, по Вагулам, был опубликован в 1873 году. В трудах общества естествоиспытателей при Казанском университете. То есть он имел опыт экспедиционной работы, имел опыт обработки материалов, активно работал в обществе естествоиспытателей при Казанском университете, занимал там достаточно высокий ранг и принимал деятельное участие при подготовке и входил в оргкомитет антропологической выставки в Москве, которую готовил Богданов, и в одном из изданий этой выставки есть он на фотографии. Я просто не стала грузить презентацию. Так вот, Малиев становится, его приглашают, потому что в университете открывается один факультет, медицинский сначала, и туда приглашают большинство преподавателей Казанского университета. И вот как раз Малиев, ординарный профессор кафедры нормальной анатомии с 1888 по 1895. Чебунов Сергей Михайлович, все вы его прекрасно знаете. Напоминаю, выпускник Казанского университета на медицинском факультете Томского императорского университета, начал работу в качестве помощника прозектора на кафедре нормальной анатомии с 1 сентября 1888 года. То есть летом открылся университет, то есть и сразу учебный год уже они приняли эстафету. Сергей Михайлович проявил интерес к антропологическому изучению коренного населения Сибири. Уже летом 1890 года выезжает в Сургутский край для изучения анатомического строения тузимных народностей. Добывает. Кстати сказать, очень часто в работах предыдущих исследователей и в исторических сюжетах появляется такое слово «добывает». Оно довольно-таки всеобъемлющее. Домывает материал с территории Приобья, из раскопок подних могильников, старых кладбищ, анализирует и публикует полученные кронологические материалы. Как вы знаете, с 1893 по 1905 он опубликовал 15 выпусков материалов о антропологии Сибири, в которых значительное место отведено изучение кронологии тюрков и угров Западной Сибири. Именно за эти работы он был награжден имяю великого князя Сергея Александровича. А отцов от этой серии работ был представлен президентом императорского общества любителей естествознания антропологии и этнографии и председателем антропологического отдела этого общества профессором Дмитрием Николаевичем Анучевым. То есть подсуществовал Сергей Михайлович Чугунов, стал первым профессиональным антропологом в Томском университете. В 1906 году он отходит от антропологии, а наступает некий спад, незначительные пополнения были поступления. И с 1919 по 1921 году он работал на кафедре географии, известный этнограф и антрополог Руденко Сергей Михайлович. И летом он 1920 года он провел раскопки могильников наагарской культуры, которые, их было 18, по-моему, черепов. Да, это вот как раз рогашинский, подгорновский этап. Я сейчас этим занимаюсь, и мне было это очень важно восстановить. Которые вошли в работу Дебитса «Палеантропология СССР» 1948 года. И приходим, значит, к человеку, который, в общем-то, очень огромный сыграл роль. Когда Руденко уехал, значит, тут довольно тяжело было нашему кабинету, но в 1934 году приезжает Николай Сергеевич Слов. Немножко напомню, я его не стала в биографию выносить, но он окончил антропологическое отделение биографического факультета Ленинградского университета по специальности этнической антропологии. Это был 1929 год. Как он сам пишет в своих дневниках, это был первый и последний выпуск этнических антропологов. Потом начались репрессии. Когда Розов обучался там, он, значит, заведовал кафедрой как раз Сергею Ивановичу Денко. Читали курсы «Теплоухов», «Золотарёв», «Гончис-Моловский». И, как говорит Николай Сергеевич, стал он антропологом благодаря своему учителю Давиду Алексеевичу Золотарёву, с которым он неоднократно выезжал в поле с 1922 года. Под его началом работал в Государственной академии истории материальной культуры, то есть это бывшая императорская археологическая комиссия в отделе этнической антропологии. Но, как я сказала, в 29-30-х годах начались репрессии, многие преподаватели ЛГУ были арестованы. В их числе оказался Золотарёв. Роза проработал в академии до 1932 года, будучи единственным научным сотрудником в отделе антропологии и оказался, получается, фактически носителем научной школы Питерской антропологической школы. И вот он приезжает в Томск в 1934 году, имея за плечами опыт экспедиционной научной работы почти сразу с 1939-го, когда открылся историко-филологический факультет ПИДО, он включился в работу комплексных экспедиций. И вот тут небольшая, сразу скажу, справка, я её чуть-чуть подержу, чтобы потом почитали. Вот он включается в комплексные экспедиции по изучению истории Томской области, организованных известным археологом, с известными археологами, лингвистами, историками, как университета, так и педагогического тогда института. Это профессор Гриневич, Андрей Петрович Дульсон, Зоя Яковлевна Бояршина. Розов был блестящим лектором и неординарным преподавателем, что объяснялось его глубокими посланиями в области таких наук, как анатомия, антропология, археология, этнография, языкознание. Надо отметить, что анатомию он знал в совершенстве, как и латинский язык. В то время преподавал на биологу почве на факультете латинский язык. Вот это его экспедиции, которые мы совместили на одной карте. Можете сразу запомнить, что последующие карты будут отмечены. Красный цвет – это раскопки, а желтый цвет – это разведки. Вот Розов у нас круг такой, значочек. В основном это разведки, причем везде он добирался своим ходом, где-то на мотоцикле, где-то лодкой. И ввел полевые дневники. Как видите, полевые дневники у него были такого подходного, скажем, стиля, но они несут в себе очень важную информацию. Там есть пофамильный состав, какие-то отмеченные лингвистические особенности, какие-то схемы. Уже неоднократно обращались ко мне этнографы за уточнениями именно фамилий, которые были обследованы. Кстати сказать, материалы его экспедиции он завел еще с мотологические исследования. Бланки хранятся в кабинете антропологии, а фотографии, сделанные им, он был прекрасный фотограф еще со времен поездки с Золотаревым в экспедицию. И эти фотографии, выставленные на сайте, я предоставила их в докладе. Если кто хочет, может посмотреть. Так, значит, сейчас я дальше мы. Итак, в 1948 году на БПФ на общественных началах Николай Сергеевич Розов организует анатомические музеи. Основные фонды коллекции древнейших человеков из археологических раскопок, дополненные они материалами раскопок турских археологов Дульзона, Пеняева, и дополненные о собственных раскопах. И к 1948 году анатомический музей задержал 132 черепа плюс 111 хранения постканиального скелета. И, как было сказано на этом слайде, предоставлено, в 50 мая 1958 был организован, открыт кабинет антропологии. Так, что можно сказать о Розове Николай Сергеевич? Розов был потрясающий человек, масштабность его личности уже не оспаривается. Важно в его работе, что было? Это комплексность подхода, значит, огромное значение придавал сбору и систематизации материала. Далее, следование разработанным на то время методикам по соматометрии, храниометрии, остеометрии. И важное значение он отводил – коннексии. То есть, когда он делал измерения, он постоянно списывался, в переписке существуют там разные консультативные моменты с Дебитсом, Бунахом, Алексеевым. Вот, поэтому на этом основании вот его вот эти все принципы, которые были заложены, которые он взял еще с ленинградского периода, скажем так, можно считать, что он был последователем традиции русской антропологической школы. То есть, и Санкт-Петербурга, и Москвы, когда он общался и с Дебитсом, и с Валерием Павловичем Алексеевым. Я очень подробно акцентирую на этом внимание, потому что Владимир Анатольевич Дремов многое почерпнул и из общения с Розовым. Почему? И я сейчас объясню. Вот вы видите фразу Владимира Анатольевича. Когда я мне прислал ее Сергей Дремов, я когда-то ее видела, но вдруг решила отнять эти 30 лет. Духовная жизнь и духовная деятельность. Оказалось, что это время, когда Владимир Анатольевич окончил школу и поступил в Новосибирский педагогический институт. И, как оказалось, здесь можно сказать, пазлы сошлись. Вот мы говорим, что в 1958 году в Новосибирске состоялась конференция по комплексному изучению древней истории народов Западной Сибири. Участники, которые поддержали предложение Николая Сергеевича Розова о создании на базе кабинета антропологии ТГУ, который, как вы знаете, открылся в мае, а конференция была в июне, на базе создания, на базе кабинета антропологии единого центра сбора и научной обработки антропологических материалов из археологических раскопок. Вот это было написано в предисловии хронологического каталога. И оказалось, что инициатором и сподвижником, организатором этой конференции была Татьяна Николаевна Троицкая. И в тексте я довольно подробно об этом, обо всем написала, можете потом прочитать. Я о чем хочу сказать, что Татьяна Николаевна стала основателем Новосибирской археологической школы. Когда она туда приехала в 1956 году из другого региона, из Крыма, ей пришлось на новой биографической среде и научной среде создавать атмосферу увлеченности, взаимопомощи. И вот эти моменты, они очень важны были для формирования Владимира Анатольевича Дремова. То есть конференция состоялась в июне 1958-го, а начал он учиться, поступил и учеба началась у него 58-го, в сентябре. И, как видите, на этой конференции был Розов Николай Сергеевич, и огромное значение имел участие и мозговой центр, считается, мероприятие. Был профессор Андрей Петрович Дурзон, с которым Николай Сергеевич Розов был как раз в комплексных экспедициях. Вот небольшая биографическая справка Владимира Анатольевича. Надо сказать, что он был прекрасный семьянин, он был прекрасный сын, очень любил свою маму Тамару Алексеевну. Она была научным редактором издательства Сибирского отделения Академии наук СССР. Жена у него Нина Изотовна-Дрюмова, она жива, живет с дочерью сейчас, она историк. Она тоже училась в Новосибирском педагогическом институте, где они с Владимиром Анатольевичем и познакомились. Работала преподавателем, сначала, когда они приехали сюда, она работала преподавателем истории в школе. Как вы видите, у Владимира Анатольевича тоже был период, когда он работал в школе. И она до того хорошо, интересно, вела историю в школе, что наш один археолог, который стал археологом и сейчас уехал с семьей в Нюрнберг, Фредрих Мец, он говорил, что он стал археологом только потому, что историю вела Нина Изотовна-Дрюмова. Потом она работала в Томском инженерно-строительном институте, занималась, кстати, научной работой, изучала проблемы с сферы готовых услуг. Сын Сергей окончил Томский медицинский факультет, кандидат в медицинский наук, психотерапевт, психиатр, живет, работает в Самаре. Вот у Владимира Анатольевича, получается, две внучки и одна правнучка, которой сейчас семь лет. Дочь Ольга Владимир Анатольевича, она у них родилась в 1977 году, она закончила инженерно-строительный институт, экономист, работает, можете прочитать, главным бухгалтером в администрации. И вот с 1963 по январь 1965 Владимир Анатольевич, старший лаборант в кафедре физиологии человека и животных, ППО. Потом он стал аспирантом в кафедре истории и руководителем был Николай Сергеевич Розов. И, как видите, вот в 1963-1964 год, я вам сразу скажу, что Николай Сергеевич Розов уже был в возрасте. И в 1963 году он вышел на пенсию. Но он консультировал, вел, постоянно был в контакте с археологами, с Владимиром Анатольевичем. То есть Владимир Анатольевич, в общем-то, стал ученым, сделал себя, в общем-то, таким исследователем в какой-то степени самостоятельно, потому что он постоянно образовывался. Он постоянно что-то конспектировал, читал, писал. В общении с людьми он постоянно вел дискуссии, с молодежью он постоянно что-то рассказывал, какие-то факты интересные, исторические, из области истории, из области лингвистики, этнографии. То есть ни одной минуты у него не проходило зря. Вот он, в 1964 году фактически занимается наукой. И были ему претензии о том, что он слишком долго тянулся кандидатской диссертации. Но надо знать Владимира Анатольевича, насколько он кропотливый, я бы сказала, даже дотошный в исследовательской работе. Он не может выпустить сырой материал. А кроме всего прочего, с 1964 года по 1982 год велись ежегодные, бесконечные экспедиционные выезды. И на нем были не только семья с детьми личная, но и дети научные, так скажем. Он к ним так и относился. Это Аркадий Романович Ким и потомки, уже в студенческие годы, Анатолий Николаевич Покашов. Вот я составила небольшой, очень небольшой список его работ. И что интересно, каждую работу он делал очень долго. В личных дневниках написано, количество публикаций, конечно, показатель успешной работы ученого. Но если у него более 200 работ, и он не стал ученым первой величины, скачет его писанием грош цена, несмотря на их количество. Ну, довольно актуально звучит это. А это я сюда вынесла те публикации, даже нашла на электронных ресурсах про Владимира Анатольевича Дрюмова. Вот то, что я вам говорила, он очень любил, благотворил свою маму. И, собственно, его научный, первый научный доклад о Михаилу Михайловичу Герасимову был он, и по восстановлению лица по черепу, он был сделан в 64 году. Это вот его мама, Тамара Алексеевна Дрюмова, на природе. Кстати, Владимир Анатольевич очень любил природу. Он любил детей, животных, природу. Вот это его мама. Вот его жена, Нина Изутова, на Дрюмова. И вот Сережа. Этот деда Сереже здесь 5-6 лет. Вот они очень дружили. Моя свекровь была тогда заведующей кафедрой философии, на которой работала Нина Изутовна. И они вот дружили как бы с семьей. Кстати, сказать, не знаю, права я или нет, но мне бы казалось, что Тамара Алексеевна, его мама, очень чем-то похожа, вернее, наоборот. Татьяна Николаевна Троицкая похожа чем-то на его маму. Но это вот мне, когда готовила доклад, совместила. И получается, что в студенческое время Татьяна Николаевна Троицкая стала для него, скажем так, наставником и научной мамой. Это вот небольшая тоже справка. Я не буду зачитывать. В 1968 году открывается проблемная лаборатория, научно-исследовательская проблемная лаборатория истории археологии и этнографии Сибири. Это вот мне прислал Сергей Дрёмов. Очень знаковая такая фотография. Мы видим, что декабрь 1968 года. И вот Владимир Анатольевич, у него очень такое воодушевленное выражение лица. Что касается материалов кабинета антропологии. В 1960-х годах кабинет археологии превратился в крупный центр хранения и научной обработки. Надо сказать, не просто заинвентаризированы и поставлены были на полку черепа, а очень быстро вводились научные обороты. И самое главное, изначальный принцип работы кабинета – это доступность исследователям. И всегда Владимир Анатольевич был радушным хозяином и всегда приглашал и давал работать многим ученым. Вы это, наверное, сами можете отметить. С приходом в Томский госуниверситет Дрёмова началось планомерное, целенаправленное исследование этносов Западной Сибири с древнейших времен до современности. Скажем так, вот здесь, собственно, начало этой работы. Здесь собраны сведения экспедиции Дрёмова еще с 59-го года, то есть совсем ранний период. Он в основном, когда в студенческие годы, получается, и с Новосибирским педагогическим институтом, с Татьяной Николаевной Троицкой. Вот, собственно, уже поступил в 58-м году, полевой сезон в 59-м, и он уже поехал в экспедицию. И до 1993-го. Последняя экспедиция была у него с дневником, задокументирована дневником, и собственная его экспедиция – это в 89-м году. Как видите, красным – это раскопки, а желтым – это разведки. Запоминаем обозначение, потом у меня будут сведены все карты, все вот эти вот пункты, и я покажу, что получилось. Вот, собственно, начались полевые работы, в этом мне прислался Дрёмов. Здесь вот видно, что Кадим Анатольевич даже где-то за чаем студентам что-то активно рассказывает, не минуты. Здесь вот он, скорее всего, Алтай. Это он брал сына почти тоже каждый полевой сезон с собой в экспедицию. Видимо, здесь уже школьником был Сергей. Здесь вот тоже сын с ним присутствует. Это полевой сезон 87-го года. Здесь мы видим участие совместно с этнографами. Это Владислав Михайлович Кулимзин. Комплекс у нас все та же присутствует. Ну, вот, можете прочитать. Авторитет – это то, как он относился, размышлял о детях, а и в то же время переходил на размышления, что такое учитель и ученик в науке. Это не учитель, ученик в школе, но, скорее, внешнее совпадение. Это, скорее, родители и дети. Обучение в науке, по его убеждению, это сугубо индивидуальное. И, как мы знаем, сектор антропологии 1980-й год. Значит, это вот известная фотография. Все ее уже видели. Значит, Ким Аркадий Романович, начиная с 70-го года. Вот, значит, сразу я сегодня нашла Аркадий Романович из студенческих времен. Сначала он был у Леонора Львовна Львовой и проработал в кабинете антропологии в лаборатории тогда до 10 октября 1988-го года, когда он переехал в Барнаул и основал там, в общем-то, кабинет антропологии. Анатолий Николаевич Багашов работал с 1981-го, это официально, да, но понятно, что в экспедицию он выезжал раньше. И по 21 мая 1990-го года, когда он переехал в Тюмень и теперь возглавляет Тюменский научный центр. Вот, собственно, экспедиции Кима, здесь квадратики, желтые разведки, напоминаю, красные – это раскопки. Значит, ежегодно раскопки поздних кладбищ коренного населения Сибири на огромной территории. Научные интересы распределились таким следующим образом. Дремов – исследование по палеоантропологическим находкам эпохи неолита Броздацы и частично раннего Железного века, а также хронологические серии таежного населения Западной Сибири, защита диссертации. В 1982-й год Ким работал по двум плановым темам, это была лаборатория, и нужно было организовать плановые темы, обозначить задачи и следовать им тем происхождения североалтайских народностей. И вторая тема – палеоантропология Западно-Сибирской лесостепи в эпоху Средневековья. В 1987-м году он защищает диссертацию, антропологический состав и вопросы происхождения коренного населения Северной Кридгории Алтая. Багашов, экспедиции Багашова, Барабинская лесостепи, тема у него была антропологическая характеристика, это был Иртышский татар, диссертация в 1989-й год. И, как видите, довольно-таки, причем ему эта тема была поставлена в 1983-м году. И в 1989-м он уже защищает кандидатскую диссертацию. Как впрочем, потом он быстро и защитил докторскую. Значит, что хотелось тут вот сказать. Наконец-то я атрибутировала вот эту вот фотографию. Это первомайская демонстрация 1982-го года. Это первый год работы, как я поняла, Анатолия Николаевича Багашова в качестве вот сотрудника лаборатории. Ну и довольно-таки важно, конечно, это то, что выходили публикации. Были комплексные работы Тёрки Таёжного причёвы имени 1991-й год. Были индивидуальные. Багашов, начиская антропология, это был Иртышский татар в 1993-й год. И расыгены из коренного населения, достаточно объемная, важная работа. Собственно, все вот эти вот материалы, которые были собраны авторами, они вот все очень, я считаю, что оперативно были обработаны, изданы. Но уже, к сожалению, после смерти Владимира Анатольевича. Конечно же, со своими учениками он был, как с детьми мы видим, не только в поле, но и на конференциях различных уровнях. Но на этой составляющей я не буду долго останавливаться. Значит, вот, собственно, про авторитет, про среди коллег о том, что наш вес среди потомков будет совсем другой, будет определяться другими критериями. Быть ловким, изворотливым, последовательным и принципиальным. Первое имеет значение веса в настоящее время и совсем не важно для веса в будущем. То есть последовательность и принципиальность. Вот как по два креда Владимира Анатольевича. Что можно сказать в целом о традициях Томской антропологической научной школы? Я не случайно много говорила по поводу основ Малиева, Чугунова, а потом остановилась на деятельности Николая Сергеевича Розова. Дело в том, что Владимир Анатольевич в студенческие годы получил комплексную, такую, я бы сказала, закалку в Новосибирске, а потом попал, Татьяна Николаевна Троицкая, а потом попал сюда, в Томск, где тоже был Дульзон, Бояршинова, Николай Сергеевич, которые долгие годы работали именно комплексно. То есть важно для Томской антропологической научной школы что? Комплексность. Это археология, антропология, этнография, что, конечно, ведет свое начало, ведет начало от истоков антропологических знаний в России. Та самая Анучинская триада. Далее, основная составляющая, как вот считал Николай Сергеевич, Владимир Анатольевич, что основная составляющая серьезного научного исследования – это репрезентативная серия, репрезентативность материалов. То есть важно собрать, обработать, систематизировать антропологический материал не только собственных, но и из археологических раскопок. Как мы помним, с 1958 года поступали сюда постоянный материал от археологов. Причем Владимир Анатольевич завел строгую систему, что списки так называемые. Переходят от археологов материал, он делает, и мы делали, все ученики, делали предварительные полуворосрастные определения по могилам, по всему. И тут же Владимир Анатольевич помечает, отправлено, допустим, в Манскому тогда-то, тогда-то. Это клад вообще информации. Потом многие археологи к нам обращались, а вы пришлите, пожалуйста, у нас как-то потерялось. То есть это все очень системно, системность, так скажем, при составлении хронологических коллекций. Третье – это следование методики. Жесткое следование методики, хронологическое, остеологическое. Важно было, что набор инструментов един, освоение методики из рук в руки. И важное значение имела коннекция результатов измерений либо полувозрастных определений. Это вот то, на чем, собственно, Владимир Анатольевич всегда стоял. Комплексность, системность и важное значение он давал методике. Причем были такие интересные сюжеты, когда он собирал своих подопечных, Анатолия Николаевича, Аркадия Романовича. Они садились все втроем и делали просто полувозрастные определения. А потом сверяли. И Владимир Анатольевич считал процент, чтобы этот процент достоверности. И важно было, чтобы этот процент не падал, так сказать. Вот на этой фотографии вы видите выезд 1986 года. Николай Сергеевич уже довольно-таки плохо себя чувствует, видите, с палочкой. Через год он уже, к сожалению, скончается. Он был уже в возрасте на тот момент. Это был выезд к археологам Плетневой Людмиле Михайловне. Здесь вы видите Владимир Анатольевич, слушает что-то, рассказывает Николай Сергеевич. Гамон Андрей, к сожалению, ушедший от нас археолог. Анна Ивановна Боброва, Ольга Борисовна Беликова и Рино. Есть часть фотографий, которые сделаны им. Я, в принципе, помечаю. Ну вот, собственно говоря, кабинет антропологии. В 1988 году переехали в это помещение. Надо сказать, что все внутреннее содержание, вот объект, обшивка, расположение, все промерено до мельчайших сантиметров было сделано Владимиром Анатольевичем Дремовым. И, конечно, Аркадием Романовичем и Анатолием Николаевичем. Через окна скружали доски, все это. Я как раз пришла в 1988 году туда работать и видела, как это все делалось. И когда в прошлом году делали ремонт, так как пожарники запретили, но стены стали рушиться, сырое помещение, все дерево, срочно заменить, сделать ремонт. И да, мы сделали ремонт. Конечно, сами рабочие, когда производили демонтаж, они говорили, ну, сделано на века. То есть вот и забота о кабинете антропологии, размещение, уборка, все это лежало как раз на организационных плечах Владимира Анатольевича. Вот я вам сказала следить, мы попытались совместить, как видите, разные значки, это разные исследователи, и раскопки, и, то есть, довольно-таки большой материал с 1948 года по этой экспедиции ТГУ именно антропологические, только то, что делали сами антропологи. Отношение к организации экспедиции, вот это такой момент, я хотела на нем остановиться, собственно, тема-то о том, что Владимир Анатольевич организатор антропологических исследований. Вот мы с вами увидели, какой масштабный был экспедиционный размах о том, что велась научная работа. Помимо всего прочего, чтобы поехать в экспедицию, Владимир Анатольевич Ждремов составил ни много ни мало вот такую научную. Я его не стала, все у меня такая мысль его как-то опубликовать, потому что там очень интересные разделы, список снаряжения, расчет суды, аптечка и так далее. Но важным моментом в этом справочнике является введение и оформление полевого дневника. Я не выяснила пока еще, до конца ли Владимир Анатольевич следовал всем вот этим требованиям, но по крайней мере старался. Как видим, полевые дневники начинаются с 1965 года. Это дневники к селькупам поездка была, по-моему, в деревне Иванкино, и потом 70-е. Вот, собственно, когда я пришла, первое мое было задание, это перебрести отдельные тетрадки, вот такие вот дневники по годам. Все это было довольно-таки объемно и сделано. Вот принцип введения дневников я делаю социальным антропологом введу, и когда рассказываю про экспедиции, говорю об дневниках, они очень заинтересованы, и мы с ними проводим практику о том, как ввести дневники. Вот, собственно, содержание, все пронумеровано, фото дневник в конце, корзносы, сведение всего, и самое главное, что начинается подготовка к экспедиции. Всех каждый год заранее Владимир Анатольевич работал в архивах. Помимо всего прочего, он вел беседы с местными жителями, как вы видите, вот здесь он ведет беседу о командире. Это я к чему говорю о беседах, что в дневниках содержится большой материал этнографического характера. Он в 74-м году, вот я нашла в кладыше, программа, программа 1, сбор материалов среди населения, это 9 листов, я их не стала, печатных листов, программа 2, описание кладбища, и программа 3, описание раскопок лаги. Я только вот этот параграф, эту программу разбила, перечислила параграфы, которые присутствуют. Понятно, что в каждом параграфе под параграфы и можете себе представить, какой объем материала содержится по каждому конкретному раскопанному модельнику. И вот один из примеров того, как могут быть использованы дневники Владимира Анатольевича Демов, который вел, именно он вел, он вел очень подробно, с зарисовками, схемами, причем собранный материал, описывал очень подробно, какое было погребение, погребальная конструкция, над перекрытие там, и вещевое, вещи, он, конечно, сдавал в музей археологии, этнографии у нас, университетский. И вот, собственно, приложение в дневнике антропологической экспедиции Дремово в нефтьюганский район 83, 85 и 87. Понятно, что этнографы, археологи выбирали те абзацы, моменты, которые им нужны были для повествования, для раскрытия темы, вот заявленный, как вы видите, ханты Саводского края, культура в археолого-этнографической ретроспективе. Но, если посмотреть, то, если монография состоит из четырех десяти страниц, то приложения, то есть это дневниковые записи, начинаются уже с 288. То есть, вы считаете, половина монографии это содержание. И вот подробное описание. Вот, смотрите, он в дневнике пишет. Опись этнографического материала найдена в Зоровском плодбище. Могила 1. То-то, то-то, то-то. Если не взято, он все равно фиксирует. Вот, собственно, то, что сейчас представлено в самом кабинете антропологии. А кренологические коллекции из какого, вернее, региона. Да, вот все эти точки, из всех этих точек представлены. А это мы совместили из каких археологических памятников. То есть, то были карты поступлений из антропологических экспедиций. Это вот как раз по группам, которые были опубликованы в четвертом томе Росогенез. А это мы нанесли точки, из которых нам присылали антропологические материалы, палеоантропологические, получается, уже археолог. И все поступления, вот мы говорим, что принципы. Это и систематизация, инвентаризация. Вот, собственно, Владимир Анатольевич завел такие книги. То есть, любой материал, который поступает при определении, он, с одной стороны, составляет список определений, и другой стороны, он это все вносит в инвентарную книгу. И присваивается номер каждому черепу. И, как видите, на первой странице Владимир Анатольевич указывает инвентарные номера, которые присутствуют, когда начато и когда закончено. Это к тому, что вот настолько человек был системного, такого вот методического плана, что вот очень потом важно, ну просто потрясающе, когда мы стали делать банк данных кабинетов, то вот эти все колонки, которые были им заведены, они очень прекрасно перевозились вот в эту систему уже по новым технологиям. И самое интересное, что в каждой инвентарной книгах, когда она была закончена, он на последних страницах проводил расчеты. Они нигде не фигурируют, нигде не публикуются, но вот я их решила вынести, потому что он считал проценты поступления от археологов, от антропологов. Сколько было заинвентаризировано, сколько всего. Но это вот источник такой довольно-таки информации, с одной стороны, с другой стороны результативность и можно посмотреть интенсивность работы по годам, как самих антропологов, так и самих археологов. Мало того, подсчитанным им было, допустим, за 12 лет поступления материалов и, как видим, он подсчитал даже проценты в среднем за год от археологов и в среднем за год от антропологов. Вот такой довольно-таки любопытный получился подсчет. Тут мы видим уже, как бы, это следующая книга, она еще не закончена, но я попыталась как-то совместить и какие-то провести тоже подсчеты. Вот, значит, что еще интересного? Надо сказать, что Владимир Анатольевич Дремов до последнего ввел определение, вносил в инвентарную книгу, и я вот обратила внимание, что последнее его определение, которое он сделал и внес в инвентарную книгу, датировано 27 февралем 96-го года, а скончался он 22 марта. То есть 27 февраля он еще был на рабочем месте и продолжал делать определения, но тогда это были определения, которые он обещал сделать археологам. Вот здесь я тоже попыталась как-то систематизировать от общего числа поступлений по годам с 1888 по 1977 наибольшее всего у нас получилось. Потом, вот как раз эти годы, 77-84, когда работало, если взять 70-х, добавить, то вот как раз будет очень большой такой объем поступлений. Ну, сейчас, конечно, не так много, потому что собственных экспедиций нет, но тем не менее мы работаем. И еще хотела небольшой сюжет рассказать, те, кто у нас работает, неоднократно работал, что Мадимир Анатольевич Лемов завел очень интересную такую тетрадь. Ну, как видите, тетрадь записи о работе с коллекциями кабинета антропологии Томского университета. Ну, казалось бы, ну, зачем, да, но когда заглядываешь в эту тетрадь, он начал ее, это его рукой записано с 54-го года, когда приезжал Алексей Валерий Павлович, он тогда еще был аспирантом, то есть он внес, начал эту тетрадь с посещения, видимо, пришла такая мысль, известных антропологов, Валерий Павлович Алексеев и Дебец Георгий Францевич в 62-й год. Это было достаточно событийное момент, его принимал Николай Сергеевич Розов и Владимир Анатольевич вышла даже статья в нашем местном журнале с фотографией. Вот, и надо сказать, что это тоже большой источник о востребованности материалов и кабинет антропологии. По годам можно посчитать процент, я всего не стала считать, но иногда интересно, иногда, например, наше научное общество требует почитать, сколько за год к вам обратилось. Ну, бывает до 15-16-18 обращений. Но я лишь только немножко скажу о том, что были Мамунова два раза, Дени Валинская три раза, Федосова приезжала в 80-м году, Галина Викторовна Рыкушина в 81-88-м. Вот, конечно, рекордсменом у нас стала Галина Андреевна Аксянова, которая 15 раз уже была у нас, можно сказать, она наш почти штатный сотрудник. И первое посещение 1980-й год, тогда они как раз ехали с Владимиром Анатольевичем в экспедицию. Лейбова Наталья два раза, Громов Андрей был у нас в 95-м году, Моисеев был еще аспирантом в 95-м и потом в 2004-16-м. Зубова Алиса Владимировна была пять раз. Ее студентка, она приезжала ко мне, Маша Кишкур, но мы с ней отрабатывали методику измерения и по краниологическим бланкам мы с ней отслеживали ошибки, проверяли, комиксировали, что она сделала обыстровку, я теперь спокойно ее можно взять в сравнительные расчеты. И Алена была у нас с Ежакова пять раз в 2013-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й, 2018-й. Еще очень много исследователей, то есть иногда даже сами забывают в каком они году были, а дело в том, что здесь даже указана тема, по которой они работали. Вот, что хочется еще сказать, это одна из последних инспидиций, 1989-й год, Дан взял с собой Ольгу, свою дочку, и племянника, взял над ними шерсток, такими подростками, 12-13 лет им было. Это моего причала, вот тоже Ольга, это вот я. Вот, собственно, это, наверное, Варгананджина, то есть, Владимир Анатольевич не сидел на месте, так как сохранность материала на Ведеринском вору была плохая, то он, в общем-то, вытребовал поездку на место такое называется Варгананджина, и там все-таки добыл какое-то количество зелькубских черепов, и они уже как бы вышли. Это вот мы на разных едем, самолетом летим, лодкой, татером. Это, собственно, у нас обед. Вот здесь вот Ольга сидит, это Анна Ивана Боброва, это я, это вот ботанические уроки, воля возле меня, вот, и вот тут моменты рабочие, усталости, это воля вот на расходе, это я уже уставшая. Владимир Анатольевич Дремов, он в своем дневнике пишет, я не считаю себя умнее большинства людей, это, наверное, общий вывод, к которому приходят все люди в зарелом возрасте, отсюда и большая контактабельность, большая, большая контактабельность, большее понимание людей, пришедшие на смену юношеской нетерпимости. Но это не вынижение меня, а во славу людей, как много на свете умных, понимающих, чувствующих людей. Это его продолжение рассуждения из дневника о том, что большинство остается в себе много невостребованное. Видимо, он размышлял об этом. Говорят, что человеческий мозг работает на минимум о своих возможностях. Продукты мыслительной деятельности тоже минимально поступают в общую копилку. есть только несколько людей, которые пробивают эту брешь. Писатели, художники, крупные общественные деятели. И он пишет, как много интеллектуальных сил пропадает зря. И мысли, знания многих людей проходят даром. Вот этот его ритм, его темп, когда он каждую минуту, он вел личный дневник, ежедневно почти, он вел ежедневные подробные полевые дневники, очень серьезно к ним относился. Он много конспектировал работ, то есть вот эта постоянная работа, и я так поняла, что у него было какое-то ощущение, что он не успевает, что очень много еще можно сделать, еще очень много есть о чем подумать, написать, и для того, чтобы передать это, либо своим ученикам, либо своим детям. И вот эти трагические моменты в работе сектора антропологии тогда, сейчас только кабинет антропологии, когда трагически погиб его, так скажем, научный ребенок. И это была большая трагедия для всех томских ученых, особенно Владимир Анатольевич и Леонора Львовна Львова, которая поначалу вела работу, сначала Аркадий Романович начинал у нее работать, они написали в памяти Тима воспоминания, в котором отражены особенности, радушия и потрясающие человеческие качества, и мобильность, и организованность Аркадия Романовича. Он был большой помощник Владимира Анатольевича и самостоятельный исследователь. Самостоятельные экспедиции всегда проходили четко, слаженно. И что можно сказать? Дело в том, что важные качества Владимира Анатольевича это, я бы сказала, его методичность. То есть, вот он все делал методично, но методичность это способность организовать процесс познания, если вот так делать определение. Я думаю, что ему это удавалось. Помимо всего прочего, для него очень важна была такая составляющая в общении, как психологический контакт. То есть, это когда происходит полное взаимопонимание, доверие и желание общаться друг с другом. Форма взаимоотношений близких достаточно получается по духу людей при обмене информации по какой-то конкретной теме. И вот я думаю, что это он взял из студенческих лет, пришел к Николаю Сергеевичу Розову, нашел здесь то же самое, полное взаимопонимание, доверие и главное желание общаться. А для учеников, для последователей важное значение имеет желание обучаться, перенимать и отдавать потом своим последователям. И вот в этом Владимир Анатольевич тоже преустел. То есть я считаю, что он великий организатор антропологических исследований в Томском государственном университете от именно 60 получается 5-го года по день своей кончины. Он писал, страх смерти объяснимое чувство вообще, но есть другой страх смерти, страх родителей умереть, не оставив на ноги детей, страх писателя умереть, не написав главную свою кунду, страх ученого не успеть довести до конца интересную работу. Это страх созидательный, способствующий большой интенсивной жизни. Он прожил большую интенсивную жизнь. И волею судьбы я 24 марта оказалась возле его дома. Вот как бы советская 8, и меня там встретил пес. Этнографы говорят, видимо это душа человека, который там жил. Я думаю, что Владимир Анатольевич Демова пришла ко мне навстречу. Тем не менее, хотелось бы сказать, что этот дом все знают, и на чердаке этого дома Владимир Анатольевич летнее время разбирал материалы, там находились даже костные материалы. Вот это ступеньки, мы к нему приходили пили чай. Валерина Андреевна Ахсянова бывала там, жила в командировочные дни. Во дворе проходили очень такой уютный дворик, и там дети, дочка его с настоящей палаткой играли в туристов и играли в настоящую экспедицию, в дом. Дети тоже были все время заняты не минуты без простой, так скажем. Владимир Анатольевич был очень радушный человек и всегда приглашал к себе в гости. Вот, спасибо за внимание. Сейчас минуточку, сейчас я еще последнее слово скажу, пока думайте о вопросах. Прогреть Нихалу, вы что-то хотели спросить? Нет, спросить я ничего не хотела сказать. Вы звук включили. Я хотела просто сказать, что с вашим удовольствием прослушала вот этот доклад. Очень интересно, что Марина сначала рассказала об истоках, и действительно это интересно, мы все ощущаем, но мы не можем сейчас пока сформулировать, все-таки у нас в России существует три школы, Московская, Питерская и Западно-Сибирская, которую сейчас возглавляет Багашов. Вот интересно бы сделать анализ. Вот Марина сидит там занимается, очень интересный историографический доклад нам сделала, вот подумать, чем отличаются вот эти наши школы, а они ощущаются, что они отличаются. Сибирская школа, это все-таки продолжение в какой-то мере вот этой петербургской этнологической школы, где был Золотарев, это понятно, потому что сюда Золотарев ехал. Вот очень, по-моему, интересно, и я очень благодарна, с большим удовольствием прослушала этот доклад. Спасибо, Мэрина. Я хотела еще предложить такую, когда я делала доклад, предложить такую новую рубрику семинара Центра физической группами, он как бы немножко в стороне. И мне кажется, было бы интересно. Да, очень интересное предложение. Я вот себе записала. если будут желающие рассказать о каких-то крупных или просто не очень крупных своих экспедициях, как это проходило, где работали, какие особенности сбора материала, мне кажется, что это действительно интересно и поучительно. Давайте будем ждать заявки, если кто-то изъявит желание выступить. Все, принято. Принято. Предложение принято. Кто-то хочет еще прокомментировать, что-то сказать или вопросы задать Марине Петровне? Пока я в теме. Мне вот тут сообщают, что во-первых, Наталья Харламова передает большую благодарность за доклад в чате Марине Петровне. И она же мне сообщила, что Галина Андреевна, которая так готовилась к докладу, подготовила презентацию, у нее проблемы с интернетом, и она не сможет принять эстафету от Марины и продолжить разговор о Дремове. Видимо, нам придется перенести это на другой семинар. Вот какие-то Галина Андреевна сегодня технические проблемы. Так, сейчас посмотрю в чате. В чате еще нам что-то написали. Наталья Харламова спрашивает, опубликовали ли уже доложенные сведения, есть ли публикации? Частично опубликована. Большая историческая такая работа истории антропологических исследований от истоков. Собственно, кратко резюме, я это так и сказала, опубликовано в 2008 году, еще в нашем вестнике Томского университета. Частично карты, по-моему, опубликованы, да, но вот эти расчеты нет, расчеты нет, фотографии его, цитаты некоторые опубликованы, Сергей Дюмов сделал в свое время подборку и в трудах Томского Украинского музея было опубликовано Макашов предисловие сделал и цитаты Владимира Анатольевича о науке, о жизни, о семье, об учителях и так далее. Что-то свеженькое, что-то уже сделано, но сделано, видите, в 2008 году, сейчас обозначились, когда я начала подготовку, оказались вот такие моменты, что у меня как-то сложилось все, и то же самое про Татьяну Николаевну Троицкую, про эту конференцию, про студенческие годы его, и вот этот момент исторического понимания. Что-то у нас Сергей Владимирович Сергей Владимирович, вам слово, вы хотите что-то сказать, только надо, чтобы Фризин выключил свой ноутбук, или вы как-то с ним в разные комнаты бы разошлись. Была слушая? Да, я не могу разойтись, меня слышно? Да, слышусь. Да, потому что сдох у меня этот самый планшет, и сейчас заряжаемся, просто в одной комнате у меня от розетки торчу. Коротенько хотел что сказать. Марина Петровна, спасибо огромное, очень интересный доклад, очень хорошая речь, сразу видно педагога. Петра. Пора на докторскую. Это так, на самом деле действительно очень важно, очень важно знать прошлое, чтобы думать о будущем, потому что, ну, все мы сейчас немножко стоим на перепутье, действительно, будущее нашей науки, оно будет скоро меняться в связи с технологиями новыми и прочими делами, но чтобы двигаться дальше, надо обязательно знать прошлое, потому что это очень важно, откуда мы, корни наши. Спасибо огромное, было очень интересно слушать, с такой, Марина Петровна, с такой любовью прямо рассказывала и о своем кабинете, и об исследователях, которые его основывали, и о самом Дреме. Замечательно, что у нас есть такие коллеги. Вот, а еще раз большое спасибо. Понятно, что тут вопрос не может, но все-таки есть пожелания, тут я и слышал, есть всякие пожелания по экспедициям и все и прочее, новые рубрики. Ну, у нас сейчас прошло действительно ряд семинаров, посвященных истории науки, ряд таких, ну, я бы сказал так в кавычках ученических докладов, но все-таки хочется, чтобы иногда на семинарах это пожелание такое к ведущим, были и проблемные доклады, что для нас очень важно, для нас очень важно, чтобы было все, ну, как сказать, сразмерно, скажем так. Еще раз огромное спасибо, Марина Петровна, молодец. Спасибо, Сергей Владимирович, старалась быть молодцом. Тут еще есть вопросы от Натальи Владимировны Харламовой. Есть ли электронный вариант справочника по организации экспедиции Дремова? Очень интересно детальнее ознакомиться. Я хотела сделать электронный вариант, его даже опубликовать, потому что это очень важный документ. Можем сделать вместе, если есть желание. Ну, я думаю, что это, наверное, работа для студентов. Да, да. За доступ во все это. Заказ принят. Принят. Вот. И можно я тоже скажу пару комментариев. Во-первых, хотел сказать, что было очень удивительно и приятно слушать ту часть доклада, которая являлась, по сути дела, предысторией создания кабинета в Томском университете и приятно слышать фамилии исследователей, которые я вообще-то привыкла воспринимать как исследователи башкир. И насколько широк был охват и территориальный, и тематический у этих дореволюционных исследователей. Я имею в виду, конечно, Малиева и Чугунова, но в меньшей степени, ну и, конечно же, Руденко. Руденко, мне кажется, что вообще, наверное, нет такого региона. на карте нашей страны, в изучении которого Руденко не принял такое очень активное участие. И еще хочу сказать, что всегда, конечно же, очень приятно приезжать в кабинет антропологии Томского университета. Очень удобно там работать, потому что вот этот вот порядок, видимо, заведенный еще основателями, скажем так, он тщательно поддерживается, Марина Петровна и именно что удобно работать. То есть ты в любой момент можешь найти тот материал, который тебе нужен, все в журналах четко написано, все номера проставлены, ты точно знаешь, на каком стеллаже, на какой полке какой череп стоит, и все ты знаешь, кто с этим черепом для тебя работал и сколько раз. И даже, по-моему, Марина Петровна ввела уникальную такую практику, я, честно говоря, ни в одном из других хранений с таким не сталкивалась, то, что она просит исследователя оставлять ей копии бланков. Копии бланков, измерений, определений тех материалов, с которыми исследователи работают. Правда, не все на это соглашаются, но Марина Петровна такое пожелание настойчивое все время высказывает. Спасибо еще раз большое за доклад, спасибо за то, что Марина Петровна поддерживает эти традиции и за то, что можно ездить и работать. Всегда рада видеть вас в кабинете Антонова. Спасибо, коллеги, за добрые слова. Я очень рада, что всем понравилось. Главное, что будет в записи, и многие могут прочитать, уточнить. И, конечно же, я присоединяюсь к призыву Сергея Владимировича и тоже об этом, кстати, думала, что у нас получается, наверное, следующая наша встреча, она опять не будет такой, не будет касаться обсуждения каких-то крупных проблем антропологических и что действительно хотелось бы какие-то проблемные доклады, заслушать. Ну, что я могу сказать, мы ждем заявки от желающих. У всех были целый ряд проектов исследовательских в прошедшем году, все мы отчитались, у всех, по-моему, статей, и хотя бы даже результаты своих работ доложить, поставить какую-то проблему, обсудить ее. Думаю, это же, да, Сергей Владимирович, вы имели в виду. А может быть, у вас есть какие-то конкретные предложения, что вы хотите какую-то тему конкретную вынести на обсуждение, чтобы каждый подумал, что он может по этой теме сказать? Нет, ну, здесь конкретных нет предложений. Это зависит действительно от людей, которые хотят выступить. Но тут вы по проблемам в интервью. Мне помнится, что на первом нашем семинаре в этом году, когда вы нам делали доклад про 10 проблем, связанных с происхождением хомо-сапиенс, даже у нас был первый доклад. Мы говорили, что всем очень интересно вот эту вот тематику эволюционно-антропологическую продолжать. И, может быть, вы выступите с каким-то следующим докладом. Она на самом деле более широкая, чем эволюционная. это первое. Второе это то, что, ну, как-то неудобно все время я. Есть же другие люди. И, в-третьих, я немножко пошел другим путем. Я лекции сейчас начитываю. И сейчас вот вторая лекция у меня на сайте висит. Кстати говоря, я там говорил в рамках этой лекции, что это как бы не для обсуждения, а просто моя точка зрения. Хотя, с другой стороны, почему бы вот то, что я сказал, это можно обсудить на второй лекции. Она доступна, ее можно почитать. Там действительно, и хочу продолжить, сейчас это будет третья лекция, записанная недели, немножко порассуждать о будущем нашей науки. Какие-то вещи теоретического характера хотел бы обсудить. Ну, я не знаю, мне не очень удобно, что все время я. надо кого-то... Кто-то еще... Вы только в январе выступали, Сергей Владимирович. Ну... У нас уже даже с Сашей Абрамовым больше выступлений, в нее было больше выступлений, чем у вас. Вот. Ну, в общем, давайте подумаем, и подумаем, мы, видимо, уже скорее, наверное, в мае будем встречаться, какую тему мы обсудим. Давайте подумаем вот в этом вот ключе. Хорошо. Все. Всем спасибо, дорогие коллеги. Все. До свидания. Очень приятно было вас всех видеть. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok